Всем привет! Сегодня будет разбор планировки двухкомнатной квартиры обыкновенной в традиционном доме. Это, так сказать, вторичное жилье. Но сегодня будет самая магия, потому что из обыкновенной двушки я сделаю трешку. Поехали смотреть! Итак, перед вами двухкомнатная квартира, обыкновенная распашонка, в ней две жилые комнаты и кухня совсем небольшая, 11 квадратных метров. Квартиру приобрела семья 4 человека, то есть в идеале мы должны иметь 3 спальни. Спальня одному ребенку, второму спальня родителям и кухня-гостиная. И вообще, чтобы совсем было все идеально, то еще и кабинет. Все должны иметь, чтобы дома где-то уединиться и поработать. А что мы с вами видим? Мы видим крохотную двухкомнатную квартиру, в которой даже шкаф в прихожую некуда поставить, потому что кругом двери аж целых 5 штук. Раз, два, три, четыре, пять. Шестая входная, вот вход в квартиру. Мы имеем две комнаты, ну, соответственно, одна под детскую для двух детей, вторая для родителей, видимо, спальня, и третья это кухня. Вот, что делать? Непонятно. Но сейчас будет понятно, потому что я же не простой дизайнер, я же гениальный планировщик. Сейчас из этой двушки я буду делать трешку. Этот вопрос беспокоит миллионы наших сограждан, потому что миллионы людей жаждут ответа на вопрос, как разместиться всем в маленьком пространстве. Сегодня покажу вам один пример, возможно, он вам поможет. Смотрите дальше и лайк сразу ставьте. В дело вступает Power Ranger и вам. Итак, давайте для начала подумаем, какие варианты вообще могут существовать. Ну, в первую очередь я вспоминаю, как я жил раньше в детстве с родителями. Мы жили тоже вчетвером. У нас была тоже двухкомнатная квартира, маленькая кухня и две комнаты. И выглядело это следующим образом. Кухня, там кухонный гарнитур и стол. Все, больше ничего не влазило. Одна жилая комната, а это детская, то есть двухъярусная кровать и письменный стол, шкаф. Все, оставалась еще одна комната. Это была гостиная-спальня. Ну, то есть родители расправляли диван на ночь и там, как на кровати, уже спали. Вот. Вот такая история была. И это первый вариант, который напрашивается вот в этой квартире. Но мы же хотим что-то поинтереснее. Во-вторых, спать на диване, это вообще вредно для здоровья, потому что все вот это вот раскладное, это, конечно, ну, так себе история. Должна быть кровать с нормальным матрасом, с хорошим, постоянным, чтобы отдыхать, высыпаться и не гробить свой позвоночник. Понимаете, да? Вот. Поэтому поищем, какие варианты могут быть. В общем, смотрим. Вот первый вариант, который практически без изменений. Что он нам показывает? Он показывает нам, что, во-первых, в прихожей мы можем поставить шкаф. И, кстати, для экономии денег, а я так подозреваю, что это вопрос не последний. Вот. То есть экономим деньги на ремонте и так далее. То есть вот здесь вот в качестве экономии я предлагаю шторки вместо дверок. Это стоит примерно раз в 50 дешевле. Ну, шторку повесить, чем делать дверки, заказывать где-то там во встроенный шкаф. Напротив комод, соответственно, шапки-шарфы, снизу обувь. И на сам комод можно там ключи положить, когда домой приходим. Идем дальше. И налево это детская, направо это спальня, и прямо это ванна, санузел, и остается кухня. Собственно, в детской, ну, понятно, двухъярусная кровать. Справа шкаф. Ну, такое традиционное расположение мебели. Вот спортивный уголок, есть какой-то стеллаж там под игрушки и напротив стол. Ну, в общем, довольно так скучновато. И проблема в том, что это пространство одно на двоих. Вот такая здесь проблема. Дальше спальня родителей. Здесь вот все гораздо лучше, потому что получается, что можно сделать даже такой мини-гардероб с двумя шкафами. То есть зашли, и вот мы имеем два шкафа. Напротив не получится поставить, потому что слишком узкая комната, а вот гардеробик получается. Но при этом кровать одним боком прижимается к шкафу. То есть остается в этой зоне без тумбочки. Хотя можно сделать какую-то полочку над изголовьем, ну, чтобы там какую-то библию положить, да, на ночь. Полезно почитать. Псалмы. Ну, или, не знаю, Гоголя, например, маленькую книжонку. Но зато, с другой стороны, все нормально. Есть тумбочка, кровать и даже напротив телевизора влез. Но это не самая большая проблема, а самая большая это кухня-гостиная. Здесь она маленькая. То есть гарнитур и стол. Все, больше ничего не влазит. Ну, разве что небольшой телевизор. Понимаете? В чем проблема заключается? Ну, во-первых, я считаю, что кухня-гостиная должна быть, во-первых, совмещена. То есть кухня и гостиная. Зачем? Затем, чтобы все члены семьи могли вместе проводить время, когда вечером собрались дома. После школы, после работы. Ну, а когда еще общаться? Понимаете? Раньше-то, когда в деревнях жили, там, не знаю, в одной комнате, делали все вместе. Вместе в поле пахать, вместе пельмени стряпать, ну и так далее. А сейчас мы на работу уходим куда-то. Вечером приходим, и нам надо где-то всем вместе собраться и общаться. А иначе зачем семья? Да? Ну, то есть обсудить, как в школе дела, как на работе дела, какие-то планы, там отпуск в будущее, еще что-то. Вместе там что-то поготовить, поесть, там на диване поваляться, телевизор посмотреть. Ну, короче, вы поняли. Вот, тем более, а если гости, а вот здесь вот куда гостей-то, понимаете? Гостей-то некуда. То есть, короче говоря, мало места, а оно должно быть большим. Вот эта вот кухня-гостиная, она должна быть максимально большой. А вот в спальне, их уже можно делать меньше. И тогда получается, что в спальнях мы спим, то есть по назначению, а в кухне-гостиной все вместе проводим время. При такой планировке получается, что все будут разбредаться по спальням, потому что на кухне места не хватает. Ну, и вот так вот семья, соответственно, вот как-то время проводит каждый в своем закуточке. Вот. Из плюсов можно отметить, что здесь на балконе можно сделать кабинет. Да, то есть зашли на балкон и там уединились. То есть это тоже очень важно в планировках продумывать места личного уединения. Вот. В общем, вот такие сложности и проблемы. Но мы-то с вами собрались, чтобы посмотреть, как из этой двушки сделать трешку. Правильно? Правильно. Так вот, сейчас я вам ее покажу. Смотрим дальше. Вот она. Это замечательно волшебная квартира. Точнее, решение волшебное. В общем, в чем суть? Суть в том, чтобы кухню-гостиную сделать максимально большой. Для этого делается небольшая перепланировочка. Перегородочка сдвигается. Вот она здесь вот выстраивается. И в образовавшуюся нишу устанавливается кровать. Нормально, с хорошим матрасом, чтобы ваша спина не страдала и позвоночник был здоров до самой глубокой старости. Поняли? Для этого матрас нужен нормальный. Это называется альковы. На французский манег. Альковы. Вот. Альков. То есть, он закрывается шторочками. И, соответственно, запрыгнули туда, закрылись. И все. Это место для сна родителей. А все остальное пространство увеличилось, соответственно, за счет той комнаты, которую мы вот так вот варварски попилили. Но зато смотрите, как сценарий жизни выстраивается совершенно иначе, чем в первом варианте. То есть, как? У нас есть кухонный гарнитур, есть обеденный стол, который сместился туда, в бывшую спальню, есть диван, есть телевизор напротив, даже стеллаж поместился, в который можно дополнительно какую-то посуду, книги, ну, все что угодно. Получается, у нас есть большое общее пространство, в котором сейчас удобно тусоваться всей семье. Мама готовит, папа телек смотрит, дети уроки делают за столом. Ну, например, когда мама приготовила, все собрались за столом, вместе там поужинали, там телевизор что-то балакает, тут же переместились на диван, просмотр мультиков, там еще чего-то и какие-то игры на компьютере, на приставке. В общем, тусуемся, здесь ночь подходит и все разбредаемся, там зубы почистили, дети к себе, родители к себе, ну, или продолжают там какое-то общение, все еще пока вечером, ну, как обычно бывает, да, а потом уже спать. Здесь есть нюанс, что вот в этой импровизированной столовой появляется шкаф, в котором хранятся дополнительно вещи, ну, вот там рубашки, пиджаки какие-то, вот они вот здесь, но так как шкаф закрыт, аккуратненько со стеной сливается, то, в принципе, никого не раздражает. И дальше этот шкаф можно продлить в виде антресоли туда над кровать, ну, это чтобы дополнительное хранение обеспечить. И вот такая вот интересная тема получается. Этот прием я использую довольно-таки часто в сжатых пространствах. Он позволяет нам выградить еще одно место под спальню. Такая микрокомната получается. То есть, мы имеем по итогу две спальни, детская раз, спальное место два и кухня-гостиная три. Вот, видите, то есть получается трешка, а? Вот она, сила дизайна. Но это еще не все, друзья. Это еще не все. Сейчас еще одну фишку классную покажу. Смотрите, детская, да? Смотрим в детскую. И эту детскую я поделил как бы на две комнаты, ну, точнее, на два пространства. С помощью кровати двухъярусной ставим кровать вот так вот поперек и зашиваем стенки вот такой буквой ЗЮ. Вот, видите, вот эта вот стеночка вот так зашивает, ну, как бы вот так вот делит пространство, точнее, да? Со стороны шкафа вот оно, вот это вот все пространство принадлежит тому, кто будет обитать на втором ярусе. Ну, я предполагаю, что это младший ребенок, которому там 3-4 года. Соответственно, он здесь располагается. Почему именно он? Потому что он, скорее всего, будет даже, наверное, ложиться пораньше спать, чем старший ребенок, да? Которому там 8-9. Ну, школьник он уже. И когда школьник будет еще читать какую-то книгу, например, вот с этой стороны, вот это вот все ему уже принадлежит, то вот светильник и вот листание книги уже не будет мешать ребятеночку, который с другой стороны. Понимаете? Таким нехитрым образом делится пространство на две части. Маленькому и большому. Ну, соответственно, когда маленький хочет поиграть, он спускается, бежит в это общее пространство, где большой общий стол, можно сделать вдоль окна. Вот здесь и стеночка вот эта вот шведская, и стеллажик там для игрушек, и еще посередине места, где можно там побегать, поползать, какие-то игрушки раскидать. Время сна, он бабамс к себе там, и все. Здесь еще можно какую-нибудь шторочку придумать, закрыть. Ну, и в общем, все, уединение. Вот еще одна интересная фишка. Так что, друзья, ставьте лайк и пишите в комментариях, как бы вы сделали. И вообще, нравится вам, не нравится такой вариант. Ну, а на этом все. Всем пока. Да пребудет с вами муза и грамотная планировка.